Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Развитие современной техники приводит к расширению нашего кругозора, а также одновременно побуждает желание приобрести более эргономичный и технологичный прибор. При выборе погодной станции, безусловно, одной из важных характеристик выступает соотношение цена-качество. И поэтому сейчас мы с Вами ознакомимся с одной такой станцией от фирмы LaCrosse модели VC9057. Станция поставляется в прочной красочной картонной коробке, имеющей оригинальный дизайн. Внутри картонной коробки находится блистерная упаковка, содержащая внутри комплект поставки, состоящий из базового блока и одного внешнего термогидродатчика. Для запуска станции работу необходимо вначале включить термогидродатчик, а затем расположить его по необходимости на горизонтальной или вертикальной поверхности, либо закрепить к потолку. Данная станция позволяет подключить до трех внешних датчиков на расстоянии до ста метров. Корпус базовой станции выполнен из пластика с фронтальной панелью под дерево. Его можно укрепить как на вертикальной, так и разместить на горизонтальной поверхности с помощью ножек, встроенный в заднюю стенку. Взглянем теперь на большой экран, визуально разделенный на четыре вертикальные рабочие области. В самой верхней области отображается информация о текущем времени, дате, дне недели, а также фазах Луны. Время, отображаемое станцией, может ежесуточно синхронизироваться с мировым эталоном по радиоканалу или настраиваться вручную. Также в этой области находятся индикаторы состояния синхронизации сигналов, оповещения и уровня заряда батарей. Верхняя секция средней области предоставляет информацию о температуре и влажности измеряемых базовым блоком внутри помещения, а также уровне комфорта в виде пиктограммы улыбки. В нижней секции средней области отображается информация о прогнозируемых погодных условиях в виде соответствующих пиктограмм – ясно, облачно, дождь. Вместе с этим здесь вы можете видеть гистограмму изменения атмосферного давления за последние двадцать четыре часа, а также пиктограмму тенденций его изменения. В нижней области экрана представлена информация о температуре и влажности, которые измеряются внешним термогидродатчиком с указанием номера измеряющего канала. Диапазон замеров наружной температуры составляет от минус тридцати до плюс семидесяти градусов по Цельсию, а внутренний от минус девяти до плюс шестидесяти, также возможно представление температуры по шкале Фаренгейта. Диапазон измерения влажности от одного до девяносто девяти процентов. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности и давления с регистрацией их по времени и дате. С помощью кнопки IN можно просмотреть все эти данные. Кнопка управления станцией находится с тыльной стороны базового блока. Их всего пять – SET, IN, DREAMAT, канал-сигнал, дата и OUT. Все они в комбинации поддерживают до нескольких команд каждая, что подробно описано в инструкции. Питание базовой станции осуществляется от двух батарей типа LR14, а питание беспроводного датчика – от двух батарей типа AA. При установке качественных элементов питания станция не требует их замены в течение года. Итак, скажу, что метеостанция VC9057 обладает практически универсальным дизайном в сочетании с отличным легко читаемым экраном, но отмечу, что базовый блок имеет только основные пиктограммы прогнозирования, а также не совсем удобное расположение кнопки подключения будильника. Применение технологии IT Plus по дистанционной передаче данных позволяет относить беспроводные термогидродатчики на расстояние до 100 метров, поэтому данную станцию можно рекомендовать не только для дома, но и для применения на даче. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. До скорой встречи. До скорой встречи. Продолжение следует...